Соответственно, чрезвычайно болезненная тема, связанная с ложью вокруг соцсетей – это поиск или выращивание единомышленников. Соответственно, меня спрашивали по поиску, ну, пришел запрос, сейчас вы увидите, от кого, а я добавил слово «выращивание», потому что это стандартный обман, как бы, да. Ну, давайте дальше, давайте дальше сайт посмотрим, как бы, да, и так далее. Вот, читаем вопрос, я пока пью чаек. Петербург, соответственно, ну, я думаю, что вы прочитали, значит, да, на фоне песка Репина, Репина – это где жил поселок Репина, Репин под Петербургом. Вот этот песочек, да, мы доведемте дальше, стараюсь ответить. Соответственно, скажем, вот на заре, то есть в нулевых, в социальных сетях иногда они были маленькие еще относительно, и срабатывали призывы «а давайте», «а давайте, там, не знаю, там, собирать красивые фотографии Петербурга». Ну, до сих пор такие сообщества есть, и очень красивые, и так далее, вот, да. Но надо очень понимать, что единомышленник – это скорее такое слово, я бы заменил его на единопроект. То есть, соответственно, вот то, что человек думает так же, как вы, мягко говоря, в 2002 году не очень ценно. То есть, если вы что-то делаете амбициозное, большое, приличное, нужны действия, 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 еще раз действия. Соответственно, хочу рассказать историю, вчера я рассказал, там, два человека хохотало, то есть, поэтому решил рассказать сегодня. Так получилось, как бы, я буду вас крупными скачками рассказывать, что, соответственно, оргбюро КПСС было преобразовано и появилась в должности генерального секретаря, куда был назначен Иосиф Виссарионович Сталин. Я не являюсь поклонником Сталина, но данный пример чрезвычайно характерен для России. И, соответственно, Сталин работал, скайпа не было до 30-е годы, скайпа не было, интернета не было, он работал с картотекой, то есть, картотекой, учетные карточки на коммунистов и так далее. И Сталин, что называется, своими руками, руками своих нескольких многочисленных сотрудников, он переназначил в партии более 10 тысяч человек. То есть, СССР – гигантская страна, самая крупная страна мира, но когда это 10 тысяч переназначений, это означает, что дошли до колхозно-районного уровня. И, соответственно, скажем, врубились в это дело каменев-зиновьев, летом они поехали на юга, и откуда отбили телеграмму Сталину, что, соответственно, что немного ли ты на себя берешь, потому что, ну, кто имел отношение с нашими бюрократами, нашими чиновниками в России и в СССР, они знают, что в отличие от ИЗОСов, которые, ну, только один процент помнят, как бы, что для них сделал Альшули и его семья, данные экспериментальные по поводу одного процента, нет, это не метафора, да, кто и кого интересно, спрашивайте. Так вот, бюрократы, чиновники, партийцы очень хорошо помнят, кто его назначил. Ну, 10 тысяч человек – это много, даже для Союза. Соответственно, а немного ли на себя берешь, то есть нужно, чтобы вот в этой работе участвовал Троцкий, Гаг Сталина, либо Зиновьев, либо Каменев. Сталин со сталинской прямотой, делал буалетом, ответил Каменеву и Зиновьеву телеграммы «пошли бы вы нахрен». То есть, если, ну, стиль телеграммы, не буквально, но стиль телеграммы «пошли бы вы нахрен», как бы, да. Вот, как бы, и если хотите, пожалуйста, я поеду на юга, а вы занимайтесь там картотекой, там, по поводу, там, Дальнего Востока, партийцев Дальнего Востока. Вот, Каменев и Зиновьев мгновенно, мгновенно поумнили и сказали, нет, все в порядке, ты там работай. То есть, главная причина – Каменев и Зиновьев, пламенные большевики, тупо боялись работы. Так вот, у нас в России раскрызочные люди, как правило, боятся работы. Вот, соответственно, как бы, поэтому нужны не единомышленники, я оставил вопрос, а, соответственно, люди, которые способны делать какие-то ходы, действия, 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 как бы, да. Я поклонник, по всей циничности, я поклонник поговорки, что если любишь, для женщин поговорка, если любишь, купи бриллиант. Это действие, покупка бриллианта – это действие. То есть, покатать женщину на трава – это так вот, как бы, да, это как Каменев и Зиновьев, как бы, да. Вот, соответственно, пункт третий – убийственный совершенно. Людей, способных на квалифицированные действия, хорошо наберется оптимистичная цифра 1%. Скорее всего, наберется доли процента и так далее, и так далее, и так далее. Соответственно, года четыре назад, когда у нас конференция проводила не в онлайн-формате, а в очном, очень удобный калькулятор ВКонтакте, я просто посчитал, какой суммы будет стоить перекрыть нам для очной конференции нужные люди, она уже была платной, Питер. Ну вот, у меня вышло тогда по минимуму 124 тысячи. Соответственно, можно пойти денежным путем, но это однократно, и опять-таки, вы уверены, что те люди, которые вы привлечете, что они могут разглядывать котов, даже их лайкать, что-то еще, а они способны что-либо делать. То есть, для большинства людей, когда мы публиковали материалы в гугл-облаках, выяснилось, что люди не в состоянии прислать один пример по теме. То есть, они просто не в состоянии. Это с высшим образованием, с научными степенями. Ну, просто, чтобы вы понимали, да. Эксперименты уже построены, как бы, да. И, соответственно, очень важный момент, что разные, значит, по обсаде в социальных сетях такую метрику, как действия людей вне социальных сетей, то есть, действия, там, чтение книг, обмен по электронной почте примерами, введение корпоративной базы данных, они даже не оценивают. Они просто вам предлагают нагнать людей. Ну, идемте дальше, посмотрим, к чему я веду, значит, да. Соответственно, мы практикуем на такой, ну, что ли, технологической основе следующий вариант. Пункт номер один. Прежде чем призывать людей, вы демонстрируете, что вы не лентяй, вы не бездельник, что у вас есть, допустим, проект. Чего это будет проект? Это будет проект видеоканала, рукописи книги, доклада. Это дело уже третье, как бы, да. Что вы поработали и так далее. То есть, когда просто видно, что у вас там просто в докладе есть 20 незацитированных до дых примеров, 20, это означает, что вы серьезный человек. Мужчина, женщина, школьниковый, студент для нас значения не имеет. Понятно, что, скорее всего, это будет не студент, хотя у нас есть некоторые очень такие умненькие студенты, которые нас радуют. И, похоже, скоро появятся старшеквасники, хотя старшеквасники уже были. Соответственно, этот гугл-облако будет вычитано, ну, где-то там от 40 до 70 неглупых людей из разных стран неглупых людей. И, как бы, соответственно, это шанс, гугл-облако об этом сегодня в самом начале спрашивали, установить какие-то контакты. То есть, люди понимают, что вы интересуетесь темой N, ну, N какая-то тема, которая вас интересует, что вы, как бы, не болтун или не болтунье, что вы собрали 20-30 примеров. Вы их предоставили такой, в общий доступ. Соответственно, с вами можно работать, потому что, вероятно, вы продолжите исследование и доведете его до ума. Некоторые тризасы не могут довести свои исследования до ума, там, начиная с 80-х. Сейчас еще раз напоминаю всем, что в 2022-е, на всякий случай. Соответственно, дальше я начинаю шлифовать это дело. И, соответственно, мы получаем доклад, который очень хорошо оформлен, очень хорошо оформлен дизайнерски, с нормальным качеством звука, и так далее, и так далее, и так далее, и прочее, прочее. Масса хитрости, это уже как ко мне, да? И, соответственно, на основании этого видеодеклада можно стучаться в различные конференции, сообщества, потому что простейший выбор делается по видео. То есть вы можете писать до посинения, наши читать будут, посторонние читать не будут. Они уже разучились. Соответственно, скажем, это медленно, на это уходит несколько месяцев. Ну, соответственно, вы можете найти нескольких человек, которые входят вот в этот один процент, которые действительно будут работать. Соответственно, мы поступаем по такой технологии, и лучше пока не нашли. Знаете лучше, пожалуйста, сделайте доклад на эту тему на 50-й конференции. И, соответственно, желательно знать близко к тексту. Вещь психологически очень некомфортная. 12 индикаторов успешных и неудачников. Это такие статистические данные. Ну, то, что касается неудачников, как они обваливают свою жизнь и жизнь окружающих. Соответственно, никогда не инвестировать даже свою дружбу в неудачников. Ничего хорошего из этого не будет. Соответственно, мы никак не монетизируем наше видео, потому что для этого нужно вставлять чужую рекламу. Но приношу извинения, хотя, конечно, это нелепо. Недавно YouTube сам, то есть это не наша воля, стал вставлять какую-то рекламу в наши видео. Иногда вставляет, а иногда не вставляет. Поэтому, как бы, ну, извините, да. Соответственно, у кого есть возможность и понимание важности того, что делается на курсе, пожалуйста, вы можете софинансировать. Там два счета. Тот счет, который Яндекс.Маня или Юмани, как он называется, он напрямую идет на видео. 100%. И так далее. Ну, идемте дальше. Соответственно, у нас получается так, что наша родина русскоязычная, она не любит ни мужчин, ни женщин. И, по-моему, учитывая, что я сейчас, как бы, работаю с очередным клиентом в Госдуму, по-моему, сама себя не любит. Соответственно, у нас небольшое место, созданное мною и моими коллегами, которым каждый раз большое спасибо, где очень спокойно, уважительно, комфортно мы обсуждаем сложные проблемы. Периодически появляется какая-то особь с непонятным количеством конечностей, как правило, мужского пола, который заходит на наиболее интеллектуальный русскоязычный канал и что-то орет, вопит. Ну, соответственно, такая личность всегда имеет дело со мной, и результат всегда один и тот же. Бан навсегда. Поэтому еще и еще раз на этом канале создана уникальная атмосфера, которой нет, как бы, на сайтах различных НИИ Академии наук, которой нету на сайтах МГРУ, которой нет на сайте СПБГРУ. У нас на сайте эта атмосфера, уважительное отношение, если не любовь, то уважительное отношение, безопасное отношение, внимание к вашим вопросам создано. Поэтому, соответственно, еще и еще раз, прежде чем писать, пожалуйста, изучите наши правила и максимально уважительное отношение. Если вам не повезло с воспитанием, вам не повезло с родителями, бывает. Ну, соответственно, учитесь лучшему. Это взливает.